Единственная возможность остановить это жесткая госпонополия на все виды производства алкоголя и все виды сбыта и транспортировки. Все эти заводы должны быть под охраной в Министерском турнире. Но здесь не ведомственная охрана, там стоит полиция в форме. И фуры сопровождают полицию. И торговые точки обгоняют полицию. И одной обыкновенной подшивой водкой не могло никуда проникнуть. Пока так не будет, будет узнавать скоро, где погибло людей. Это же чудовище. Заряжали животных. Вот ждем, когда опять загрызут детей. И опять будут повестки дня, будут передачи. Но Госдума не принимает закон. ЛДПР требует 20 лет. Бесполезно. Коллекторские агентства. То, что мы приняли в пятницу, создать фонд защиты вкладчиков, это слабо. Мы вносим в проект закона о запрете деятельности коллекторских агентств. Пожалуйста, любую вам своим должникам, гражданский суд, пускай, примет решение. Есть суеверные приставы. Никаких коллекторских агентств. Название должности президент в татаре. Но ведь татарам выгодно эту должность назвать по-татарски. Пашкан. Татар, джунхуретинин, башканы. Как в Турции. В Тюркее, джунхуретинин, башканы. Чего они уперлись, чтобы было слово чужое, английское, президент. Это все одно и то же. Означает глава региона, глава республики. Все республики отказались, везде главы. Татарьи дали срок до 1 января 2016 года и пытаются сопротивляться. Назовите хан, пожалуйста. Исконно татарское слово хан. И Татарстан, Башкортостан неправильно назвали. Татарь, Башкирия, Киргизия, Туркмей. В слове Татарстан уже заложено станка республики. Республика Татар. И это, в принципе, сегодня не очень правильно, потому что в Татарии Татар меньше, чем в Киргизии. В Башкирии, Башкир меньше, чем в Киргизии. Нет ни одной профессиональной прокрации, в городе, в Газанистане, что там у нас при национальности больше преимущества. И все равно это не нужно облетать в национальное название. Куда лучше Казанская губерния, Уфимская губерния, Северокавказская губерния и так далее. Ну, пенсии по старости, мы уже много раз говорили, предлагали заменить пенсии по возрасту. Женщина в 55 лет, ну какая она в старухе, пенсия по старости. Ей же стыдно называть, что она ушла на пенсию по старости. И мужчина в 60 лет. Вот упирается, Минтруда еще сидят чиновники, не можем добиться. Ну и в Конституцию будем готовить изменения. Не все это можно сделать через Государственную Думу. Но по праву и мы озвучим. Это внести понятие русский народ в преамбулу. Чтобы сегодня звучит. Мы, многонациональный народ России, решили попробовать. Вы предлагали сказать, мы, русские и все остальные народы России, решили. Чтобы прозвучало наличие русского народа в самой Конституции и во все другие народы Казах. И убрать понятие о том, что международное право имеет преимущество национально. Иначе мы сможем развиваться. По любому поводу нам будет приводить в позицию какого-то пункта изверженного права. Во многих странах мира приоритет национального права. Нормы международного права могут использоваться, но факультативно, добровольно. А нам, нашим авторам Конституции Шеннис и ему подобные товарищи, поехали в Америку, там написали, вот здесь. Примак, то есть преимущество международного права. Это неправильно. Понятно? Эти две позиции мы будем стараться, чтобы изменения были увидели. Ну и название должности президента можно убрать. Верховный правитель, председатель или еще какое-то название. Слово президента, иностранный украинский, мэр Москвы. Вот мы бы рады в Санкт-Петербурге, это ближе к нашему. Есть вопросы? Все, до свидания. Ну что, давайте, чуть-чуть ты молчишь. Так прячешься. Давай. Дорогие коллеги, сегодня в Государственной Думе принимаются важные решения о выходе из договора о свободной торговле с Украиной. Мы помним в апреле 2013 года, какое было напряжение, когда мы готовились к синхронной ретификации этого важнейшего документа. Выступает Леонид Слудский, председатель комитета по делам СНГ, фракции ЛВП. Всем хорошего дня. Целую крепко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok